Добрый день, дорогие друзья! Приглашаю вас в лето. Гостевой дом Алура, который находится на Пионерском проспекте 47.7, ждет вас в гости. Он находится на берегу, вот они уже дюны, а за ними собственный пляж, на котором вы можете отдыхать со всеми удобствами. Итак, дорогие друзья, пристегивайтесь, мы начинаем наш с вами обзор. Парковка, которая входит в стоимость, здесь есть до пляжа 50 метров. Своя территория, которая находится под замком, где ваши дети будут в безопасности под видеонаблюдением. Также здесь имеется анимация с 8 утра до 10 вечера, которая идет круглый день. С правой стороны у нас бассейн, бассейн из двух зон, отдельно детская, отдельно взрослая. Имеются теневые зонтики и полежать можно также на солнышке. Лежаки все с мягким покрытием. При входе в гостевой дом имеется ногомойка, также здесь имеется батут для детей и зона отдыха. Отдыха с баром, в которой вы можете расположиться под тенечком и наслаждаться вашим отдыхом. Есть мангал, есть гриль газовой, который вы можете воспользоваться абсолютно бесплатно. Также имеется барная стойка, где вы можете приобрести мороженое. Фенные напитки абсолютно бесплатно включены в стоимость. Ну, а также разнообразные коктейльчики. Здесь имеются и напитки на любой ваш выбор и вкус. Постоянно проводятся разнообразные конкурсы, в которых вы можете поучаствовать и выиграть себе что-нибудь абсолютно бесплатно. Для вашего развлечения и завлечения на них. Также имеется детская зона, дорогие друзья, где ваши дети могут покататься на горке, покататься на качельках. Ну, а для взрослых предусмотрена вот такая вот зона отдыха, где вы будете себя чувствовать просто великолепно. Также предоставляются коляски. Вдруг вы захотите сходить в аквапарк, который здесь в шаговой доступности, либо детский парк аттракционов, он тоже здесь близко. Ну, или прогуляться просто по джемоте, можно сходить даже по Пионерскому проспекту Ванапу или Витязева. Дорогие друзья, мы заходим с вами на ресепшн. Здесь имеется зона отдыха, где вы можете посидеть, пока будете регистрироваться в номерах. С правой стороны имеется телевизор, отсюда вверх можно подняться в номера по лестнице, спуститься вниз на цокольный этаж, а также есть лифт, в котором можно путешествовать по четырехэтажному отелю. Добрый день, рада приветствовать в нашем отеле Алура. Я администратор Елизаветы, чем могу быть полезна? То есть в этом отеле все поставлено на качество. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь и будут готовы выполнить любое ваше пожелание. Это самое главное. Вы приехали, заплатили деньги и, как говорят руководители, значит вы здесь самый главный человек. Сейчас мы с вами посмотрим детскую игровую комнату, куда вы можете приводить своих детишек, которыми будут заниматься аниматоры. Здравствуйте. Добрый день, мы анимационная команда Ивентум. Мы работаем в отеле Алура. Мы проводим анимационные программы с 8 утра и до 10 вечера. Также у нас работает детская комната, в которую вы можете привезти своего ребенка. Мы с ним поиграем и устроим мастер-класс. Он научится новому, поиграет, получит хорошее настроение, а вы отдохнете на наших других активах. Ребенка в детской комнате без присмотра можно оставить с 4 лет. Перемещаться по этажам можно с помощью лифта. Давайте протестируем, как он работает сразу. Дверка закрывается. Шикарно. Тишина. Для теста лифта я попал вообще в столовую. Здесь уже пошла еда. Одно из самых важных мест в гостевом доме, в котором All Inclusive, это, конечно же, линия шведская раздача. Спускаемся вниз, видим, что очень красиво здесь все оформлено. Это цокольный этаж. Есть место, где помыть руки. И место для вашего расположения. Имеются детские стульчики. И тут хватает места абсолютно всем гостям. Также работает телевизор. Туда дальше имеется детская зона. Более подробнее вам ее покажу. Смотрим, что есть по питанию. Со сладкого начинаем. Есть чизкейк ягодный. Выглядит очень вкусно. Торт шоколадный. Арбуз, фруктовая нарезка, овощная нарезка. Свежий салат. С сыром. Там у нас свекла с майонезом. С соленья. Морковка. Есть салат овощной. Салат греческий. Салат с капустой. Салат береза. Также сверху есть разнообразные сныки. О, пончики. Это вообще будет классно. Ну и напитки желтые и красные. Или белые и черные для взрослых. Далее. По первым блюдам. Бульон говяжий. К нему отдельно сухарики, зелень. Выглядит он вот так. Следующее блюдо. Суп с прикодельками свина-говяжий. Следующее. Уха с лососем. То есть три блюда на выбор. Пюре. Ох, сколько много. Следующее. Макароны. Потом у нас идет гуляш со свининой. Как вкусненько все выглядит. Крюшки с соевым соусом. О, вот это я бы вообще ел без остановок. Друзья, посмотрите, какая вкуснота. Это все на мармитах подключено к электричеству. Постоянно подогревается. Это очень важно. Рыба в кляре. Вкусняшка. Следующая у нас говядина отварная. Для тех, кто любит диетическую. Ай-яй-яй. В общем, голодная вы точно не останетесь. Сок, яблоко, соль, мультифрукт и щиповник. Также из напитков стоит здесь кофемашина, которую вы можете выбрать экспресс капучино, американо. И чайная станция. Ну и по детской зоне, как иглы, мы подойдем посмотрим. Работает сплит-система, чтобы было комфортно. То есть, пока родители кушают, пьют взрослые напитки, вы сможете со своим детям дать возможность поиграться. У вас на виду. Это PlayStation с пультами. То есть, они могут поиграть даже в компьютерные игры. Основное блюдо-меню меняется каждый день. То есть, у вас будет постоянно разнообразие. Также в столовой организуются между обедом, завтраком, ужином перекусы. Ну, они абсолютно разные. В них входят фрукты, разные вкусняшки, которые вам тоже будут приятны. На этажах есть кулера с холодной, горячей водичкой. Обратите внимание, какие широкие, красивые здесь коридоры. Вызывает прям такой вау-эффект. Также есть гладильные доски и утюги. Так, друзья, мы сейчас с вами посмотрим номер 9, который находится на первом этаже. И отсюда у нас выход на балкон. С левой стороны у нас прихожая. Можно повесить вещи, поставить обувь. Тут расположены тапочки. Далее проходим. Здесь у нас большущая комната, там, в которой есть двуспальная кровать и кресло, которое раскладывается и можно разместить на нем человека. Есть сплит-система, бра, две прикроватные тумбочки. С левой стороны все это панель, это как столешница. Есть телефон, телевизор, стол с набором посуды и чайником. Также есть бра и картина. С другой стороны у нас расположен шкаф, в котором все остальные принадлежности. В первом отделе сейф-холодильник, также есть плечики. В втором отделе у нас подушка, плечики, место для хранения. Третье отделение это дополнительные одеялки, халаты, причем вафельные. Здесь полотенца и дополнительные простыни. Санузел в номере выглядит вот так. Здесь у нас имеется душевая зона. Есть зеркало с подсветкой, раковина, фен. Предусмотрены розетки для подключения дополнительных принадлежностей, тумбочка для хранения вещей и вот такой вот унитаз. Санузел очень просторный. Также имеется набор мыльных принадлежностей. Очень удобно для людей, которые приезжают с детьми, то, что на первом этаже номер, допустим, расположен перед бассейном. Кстати, вы слышали, что в номере абсолютно тихо. Очень хорошие, пластиковые окна установлены. И здесь у нас вид на бассейн. Вы можете выйти и наблюдать за своими детьми, которые будут здесь плескаться в перерывах между походами на пляж. В чайной станции предусмотрим чай, сахар, водичка. В номерах доступ по картам. То есть заходим, вставляем, включается освещение. Это очень удобно. Ребят, с ценами здесь все очень интересно. В сегодняшний день по All-Inclusive вы можете сюда приехать 2 человека. 12 750. Если у вас 2 человека плюс ребенок до 5 лет, то за него деньги брать не будут. Если вы приезжаете сюда втроем, 13 200 в стоимость размещения в этом номере. Следите за акциями. Их там очень много, потому что бывает, кто-то не приезжает и продает номер с большим дисконтом. Очень много всего интересного на их сайте. Поэтому примерные суммы такие. Более подробно уточняйте. Сейчас вам посмотрим категорию люкс в этом отеле. Это двухкомнатный номер с размещением на 4 человек. Заходим. С правой стороны у нас прихожая, где вы можете разместить свои вещи. Имеется набор тапочков. Далее проходим в номер. Здесь сразу с левой стороны имеется санузел, чтобы не отвлекаться, потом на него покажу. Это душевая зона, унитаз, раковина, фен, зеркало. Зеркало с подсветкой. Подключение электроприборов предусмотрено. Также есть мыльные принадлежности. Далее проходим в комнату. Она такая же, как и в прошлую, которую мы смотрели с вами. Дуспальная кровать, бра. Есть предсистема. И во всю стену напротив кровати у нас имеется такая столешница. Телефон, телевизор, зеркало, стол под зеркалом и стул к нему. Также имеется тумбочка и набор посуды, чайная станция с водичкой. Далее проходим у нас комната, в которой обычно размещаются двое детей. Здесь две отдельно стоящие кровати, две прикроватные тумбочки. Есть комод, телевизор, бра по стенам и картина. Из обоих комнат имеется выход на балкон. Дорогие друзья, есть такая же примерно категория, но с дополнительным пятым местом. Здесь дополнительное место не предусмотрено. Давайте балкон посмотрим, потому что с этой стороны он с видом на море. Выходим на балкон. То есть у нас же получается два раздельных. Отдельный для детей, отдельный для взрослых. Стол, два стула и вид на море. Шикарно. Причем здесь мы видим пирс, кораблик на нем стоит очень круто. Давайте второй посмотрим. Выходим. Есть сушилка, беревочка и тоже вид на море. Отсюда, кстати, море видно лучше. Я бы стульчики переместил на этот балкон. Смотрите, этот номер можно сегодня снять за 25 тысяч рублей на четверых с all-inclusive. Но у вас это не получится сделать, потому что номеров свободных нет. В сентябре появляются свободные номера и стоимость в сентябре 12 тысяч рублей на такое размещение для четверых человек. Так что если вдруг собираетесь к нам на поздний отдых, на бабье лето, можете воспользоваться этим предложением. Обычно еще перед летом заранее все эти номера разбираются. Я повторяю, друзья, более подробно вы можете все узнавать на сайте, либо по телефону, который будет в описании к видео, телефон в названии видео. Нужна будет детская кроватка, ее вам предоставят. Мы с вами сейчас протестируем шведский стол. Я взял чизкейк. Первое блюдо это суп с фрикадельками. Мясо, рыбка, курица, гуляш, пюрешка. Салат, по-моему, все по чуть-чуть взял попробовать. Огурцы, сыр, свекла с майонезом, чесночком, ну и также соленья, огурчик, помидорчик, фрукты, кофе. Очень понравился, я прям с него начал, после моря очень хотелось, как говорится, пить. Это щеповник, очень вкусно. Начинать мы будем с супчика с фрикадельками. Надеюсь, что вкусно. Пробуем. Прям как в детстве. Я, кстати, пришел уже под самый конец, все расходятся. И супы тут подъедают прям очень хорошо. Протестируем пюре. Настоящий картофель, мне очень важно. Гуляш свинина, восхитительные, друзья. Рыбка. Очень вкусная рыбка, не могу определить, кто это, но вкусно. Вроде похоже на ментай, но не такая сухая. Очень вкусно приготовлено. Повар шикарно работает. Пробуем говядину. Отварное. Какая простая и вкусная еда при этом. Давайте грызуну еще крылышком. Я бы все съел, которые там есть. Очень вкусно. Пока мы кушаем, рядышком тут после людей уже происходит уборка стола. Я уже не могу есть. Но, честно, все съедаю. Осталось нам попробовать с вами еще салатики, которые у меня здесь есть на столе. Березка. Это салат с курочкой, с яйцом, с зеленью. Очень вкусно. Я люблю соленье. Это бомба, говорится, ребята. Помидорка. Тоже вкусно. Помидорчик-то розовый. Даже не красный используется. Со вкусом овощей. То есть не самое дешманское. Знаете, как магниты бывают, наберу. Восхитительно. Поварк красавчик. Мне пока все очень нравится. Офигеть. Но вот это вау-эффект. Я удивлен, как его люди так быстро не съели. Кстати, уже доели и там поставили новый тортик. Невероятно сытный обед. А при этом здесь еще есть и перекусы. На которых можно даже кукурузу поесть. Дети играют в PlayStation. Ну, последним этапом это фрукты. Давайте быстренько. По винограду попробуем маленький. Можно говорить, что питание прям супер. Я просто пью. Чуть-чуть попробую отзял. Какой персик классный. Существует питание, в котором хочется чего-то еще, когда наелся, сытно, все классно. Здесь я бы даже еще вижу там сладости очень крутые. Еще фрукты там. Все, что хочешь, иди, бери, ешь. А уже больше не могу. Ваше здоровье. Алгура. Восхитительный отель. Питание просто пушное. Можно умыться еще после того, как ты понял, потому что спать аж хочется. Живот натянулся, глаза таки закрываются. Убирают за вами здесь так же. Итак, друзья, мы отправляемся с вами от отеля Алгура до пляжа. И, как я говорил, здесь крайне близко. Плюс территория практически без машин, только изредка проезжает. Потому что по бокам везде стоят свагбаумы, которые на эти территории транспортные средства не пропускают. Сказал он, и проехал сразу две машины. Это прям интересно на самом деле. В правую сторону, если пройти, мы выйдем на гостевой проезд. В левую сторону можно вот так вот выйти на Пионерский проспект. Здесь сразу же видим деревянные настилы, которые ведут к морю. Один, кстати, из таких самых простых проходов. Это уже пляж, ребят. То есть мы идем здесь настил по берегу моря. То есть у нас наши дюны раньше выглядели вообще вот так. Вот когда по ним никто не ездил, и там территории никак не осваивались. Лох серебристый растет. И разнообразные растения. Типичные для этого климата. Проходим под тенью деревьев, кстати, очень удобно. Здесь вот мороженое продают. И здесь можно пройти направо, налево к нам на пляж. Мы все по направлению, кстати, и двигаемся. То есть вы можете брать коляску и на коляске привозить сюда своих детей. Здесь имеется волейбольная площадка. Непосредственно перед территорией постоянно работают люди, чтобы очищать дорожки для вашего комфортного перемещения. Вот он сам пляж, а за ним сразу же море. То есть 2 минуты максимум, мне кажется, не больше. Мы видим, что есть вся инфраструктура. Имеется кофе-водо-мороженое в бар, где можно это все приобрести. Имеются переодевалочки, спасательные вышки, шезлонги под навесами, под зонтиками, расположение. Я так понимаю, что можно сапы взять в паркат. Территория пляжа Горозных. Хотя я, честно, не очень люблю эти загородки. Мне хотелось, чтобы их было поменьше. Ваша территория для отдыха находится вот здесь, вот с левой стороны. С правой стороны мы видим, что есть детская площадка. Сам узел находится. И мы с вами через территорию уже выходим на само море. Так как мы находимся подальше от прохода Джаматинского к пляжу, то здесь людей гораздо меньше. На пляже на самом расположении массажная зона. И очень большая свободная территория. Температура воздуха 32,8 показывает сегодня. Хотя обещали в синоптике 29. В принципе, совпадает, потому что мы находимся на солнце. Сейчас я с вами замеряю температуру водички. Пляжи мы видим, что работают трактора. Убирают. Вы будете приходить уже на чистое. Моречко у нас после шторма немножечко. Это баламучное, но все равно выглядит просто великолепно. И вода очень-очень-очень теплая. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, Наталья. Дмитрий. А это кто? Семен. Семкин, Семен. А ты сейчас куда вы там приехали? Москва. Москва, Сколбас, точнее. О, Штупино. Как вам обрекались в вашем металле? Отлично. Вы первый раз? Первый раз, но говорят, в этом году лучше, честно скажу. Потому что в этом году сказали, что прям вот вообще все включено. В этом году и сказали анимация. Если в том году было, по-моему, говорят, два раза в неделю. Сейчас замечательно. То есть прям сейчас вообще. Все включено. Для мужа выпить есть. Детям анимация. На пляже здесь. Пляж рядом. Здесь все. Пляж вообще рядом. Все что нужно? Питание вас устраивает? Питание вообще. Хормежуточное есть, что тоже большой плюс. Питание, да, конечно, естественно, дети. Их трое. Трое. Муж четвертый. Это тоже ваш? Нет, наш гуляет сейчас. Он ушел. Это четвертый. Промежуточное питание тоже большой очень плюс, потому что можно зайти и перекусить. Это всегда очень. Анимация нравится, питание нравится. Йога. Кстати, в обед в 12 здесь даже лото. Лото разыгрывает даже детям, кто выиграл детский. И взрослый коктейль, да. То есть большой плюс. Вечером вам обязательно. Импровизация была и каждый раз меняется. Каждый день разные программы получаются. Получается. Вчера троги была. Разные тоже. Питание, конечно. Там все. Разница в укусе есть. Вы на море ходите вообще? Да. Стройный вечером ходим. Обязательно-обязательно не доходим. В море 40 метров? Нет, доходим. В море прям быстро, да. Доходим. А пляжи устраиваются? Там лежаки, туалеты все есть? Да, туалеты. Есть дорожки, все сделано. Ножком, да, не горячо. Пляжи пеновечеринка. Да, была анимация, пираты. Пляжи пеновечеринка для детей. Ну и для взрослых. Площадка есть с детям, тоже большой плюс. Площадка есть. Да, поиграть. Очень довольны. Да, все замечательно. Приедем еще. Здесь точно замечательно. Да. Все хорошо. Добрый день, меня зовут Екатерина. Откуда у нас приехали? Из Москвы. Как вам в этом отеле отдыхать? В этом отеле вообще замечательно. Мы сюда приехали второй раз. Были в том году. Очень понравилось мне. Со мной бабушка моя, она сейчас в номере отдыхает. И ребенку. Это был уже осознанный выбор. Как по питанию? Вы довольны? По питанию, да, очень довольна. В этом году еще лучше, потому что уже все включено. Не надо думать, куда сходить поесть. Здесь все вкусно. Бассейн хороший? Бассейн хороший, вообще замечательный. Анимация идеальна. То, что сейчас она каждый день, утром, днем, вечером. Можно ребенка отдать на анимацию и уделить себе времени. Можно вечером не думать, куда идти, чем заняться. Здесь ребенок развлекается. И так же для взрослых вообще идеально. Напитки для взрослых хорошего качества? Хорошего качества. Это самое главное. И пляж вас устраивает все? Инфраструктура? Пляжи, инфраструктура, да, идеальная, хорошая. Спасибо большое вам. Хорошего отдыха. Спасибо. Как приятно видеть, довольные лица людей, свободные пляжи, на которых очень много места. Здесь все просто, великолепно и прекрасно. В этом смысле, друзья. Приезжайте на отдых, наслаждайтесь. Температура водички в данный момент времени 29,5 градусов. Это просто великолепно. Море действительно щелковисто. Я, конечно, люблю похолоднее, градусов 25 хотя бы. Но море зовет, море ждет. Кстати, возле этого пирса постоянно, когда вот такое гладкое море, по утрам приходят дельфины. Вы можете пойти и их поснимать прямо вблизи. Но вообще им особо не мешает, друзья. В общем, отель делает обзор для удобства своих отдыхающих. Я не вижу. И чтобы вы могли посмотреть и принять решение. Хотите вы здесь отдыхать прямо на море или хотите не отдыхать. То есть все для вас. Это однозначный лайк отеля. Все номера, адресы сайта в описании, в названии, друзья. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!